ну что пряж колотай любитель по ностальгировать ну и как видите я продолжаю играть дум 3 в общем то короче переместился на новый этаж сейчас посмотрим как у нас здесь дела это дела не очень так куда я вообще попал это все еще комплекс дельта доберитесь до главного портала зачем ты чё хочешь в ад отправиться жесть вот это глючило да давайте иди сюда на мою территорию все гранат не берут что ли я сам пострадал ну ты-то куда это уже как не серьезно таких ребят посылать ну-ка стойте hello потом обосрался засранец столько нары вырезала у оп да крутой крутой дуэйн скала джонсон просто отдыхает по сравнению с моим героем все погнали отсюда эй хотел билд ты что ли на нехороший человек а это видимо местные работники да так 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 подождите один ящик открыт второй нет да не мешайтесь меня сюда то как пролезть солдат я хочу забрать это добро так подождите а там компьютера не было ничего не подобрал питера или о наблюдение научного персонала питер рейли главный врач комплекса дельта 29 октября 2145 года мы исчерпали все возможности медикаментозного лечения пытаясь справиться с неожиданным всплеском психических расстройств я обращался за консультацией к психиатрам на земле но пока не получил от них дополнительных данных примерно у 80 процентов всех участников экспедиции в другое измерение в течение двух суток после возвращения появляются симптомы невроза средней тяжести на эти сутки 75 процентов больных демонстрируют признаки тяжелого паранояльного расстройства с галлюцинациями и вспышками насилия мы изолировали этих пациентов в надежде выявить патоген пока мы не смогли найти никаких органических веществ которые могли бы привести к таким радикальным нарушением когнитивных функций судя по всему патоген чем бы он ни был вызывает расстройство функции высшей нервной деятельности оставляя в неприкосновенности только спинномозговые функции по нашим наблюдениям большой процент заболевших быстро теряет способность к рациональному мышлению и общению а затем начинают появляться физические изменения у больных начинается атрофия кожа бледнеет мышцы ослабевают кости зубы и ногти становятся почти прозрачными от людей остаются одни вены и сухожилия продолжаем наблюдение какой кошмар ты описал ну в принципе да работники подходит под описание так что там еще то смерть стивена джонсона петер рейли главный врач комплекса дельта 1 ноября 2145 года больной 0 432 рядовой стив джонсон умер сегодня 1543 от огнестрельной раны которую он сам себе нанес из табельного оружия смерть наступила примерно через 110 часов после его возвращения из экспедиции на ту сторону портал после экспедиции у рядового джонсона развелась паранояльная шизофрения в тяжелейшей форме с галлюцинациями осложненная прогрессирующим слабоумием лечение оказалось неэффективным он был последним кто выжил из этой исследовательской партии четверо остальных вернувшихся вместе с ним умерли от полученных в экспедиции ран вскоре после возвращения перед смертью рядовой джонсон кричал на английском и других языках что-то про орды демонов которые пожрут наши души канализировали другой язык на котором он кричал оказалось арамейский в свете таких тревожных событий я разместил в своем кабинете запас медикаментов и боеприпасов спасибо но ведь все ребятки попутешествовали в аду прилетели с ума сошли так почта на может 1 2 3 нет ладно так вот это серьезные ребята с пулеметами смотрю оп так подождите куда идти то если все закрыли придется пролезать давай давай в тесноте да не в обиде а о а кто здесь слава богу Ты не из этих. Похоже, все остальные мертвы. Я тоже виноват. Внес свой вклад проникнуть в другое измерение. Какое безумие. Слушай, у меня... у нас нет времени. Мы впустили сюда дьявола. Защитный стабилизатор портала отказал. Когда Бетругер забрал эту штуку, артефакт, который мы нашли в руинах, он унес его за портал, а потом полезли черти. Сначала помоги мне. Я пытаюсь снова запустить телепортер. Все вокруг разрушено. Выбраться отсюда может только через портал. Найди мне исправный плазменный излучатель. Тогда я смогу включить телепорт. Он должен быть в управлении. В серверной. У меня есть допуск. Я открою тебе дверь. Больше тебе ничего не надо? У нас мало времени. Поторопись. Можете сюда еще пивка принести. У нас нет времени. Найди плазменный излучатель. Быстро. Подождите, а это что такое? Скачать полный доклад. Да, потом почитаю. Таскать компроматика набираю на этих уродов. Хотя чувствую обратно, я уж не вернусь, да? Или тоже крыши поеду, как эти ребята? Вау. А сюда? Ошибка. Дождите. Ты куда меня послал-то вообще? Дезинфекция началась. Дезинфекция закончена. Всего доброго. Э, дядя. Некогда болтать. Найди излучатель и принеси его мне. Скорее. А, тут еще проход, да? Ну... Нет, я не пролезу. Слишком жирный. Давай, давай. А, все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все. Понятно, да, вон там дверь открылась. Даже точнее здесь. Эй. Приятный трапеза. Че-то как-то там не очень безопасно. Так. Эй. Здесь нет лучше, да? Одни каннибалы. Оу, воу. Ну, пошли отсюда. Так. Э, доктор. Доктор, что с вами? Эй, ребята. Не мешайте мне. Подождите, так это монстры. Ну, да. А, то есть, получается, они эксперимент над ними ставили? Все ясно. Теперь понятно, почему у них так подгорает, да? Что они решили им пизды дать. Психиатр доктор Купер, пациент рядовой Стив Дженсен, 27 лет. Стив, ты хочешь поговорить о том, что с тобой происходит? Не хочу. Но я хочу помочь тебе, Стив. Я уже пытался говорить. Все думают, я псих, и меня лечить надо. Но я врач. Я хочу помочь тебе. Помочь? Нам уже ничто не поможет. Во время следующего осмотра больного, через трое суток после первого, обнаружилась быстрая регрессия физических и умственных функций. Поведение не соответствовало ни одному из известных паттернов. Прилагается запись H32, рядовой Стив Дженсен, 21 октября 2145 года. Давайте послушаем, да. Стив, расскажи мне. Я не хочу это видеть. Они скоро будут здесь. И тогда вы все увидите. Ты можешь сказать, что ты видишь? Стив? Пациент не реагирует. Сеанс окончен. Мы исчерпали все возможности медикаментозного лечения. Я обращался за консультацией к психиатрам на земле, но пока не получил от них дополнительных данных. Мы просто бессильны. В общем, доигрались, ребята. Так. Что за мод такая выпрыгивать? О, стойте. Сейчас я этих убью, уродов всех. Мне кажется, понял, что от меня хотят, да? Ну. Так. Где-то мое задание. Найдите индуктор плазмы в серверный сектор операций. То есть он... Тихо. Ага. Сразу почуяли. Хе-хе. Блин, это надо реально дверь заварить. Ну и где это? Здесь? Че там? Говно какое-то. Нет. В одной из ячеек, по идее. Короче, ладно. Во-о-о. Откуда ты выполз-то, а? Медицинский отчет 16-28. Второе ноябре. Не, спасибо. Я уже наслушался. Так, давай обратно. А-а-а, все-все-все, вот еще проход. Угу. Так, спокойно. А-а-а, все-все-все. А-а-а, все-все-все. 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 Хе-хе. Да что ж такое? Если меня сюда не пускают, я не знаю, что делать. Тоже закрыто. Тоже закрыто. О-о-о. Привет. Извини, браток, я тебя не выпущу. Ни за что. Такие, знаете, как в Аутласти, да, эти пациенты? А-а-а. Да, забавные ребята. Идите в охрану сектора, откройте зону операций. Подождите, подождите. Подождите. Здесь такой большой еще комплекс, я реально теряюсь. Я же сюда могу пролезть, раз у него нагад торчит. Ну, давай. Патрончики. Да, и сохраниться надо. Ну, и все, тут ловить нечего. Вернусь-ка и обратно. Ну, здесь как-то с газом над вопрос решать. Только как, да? Где этот терминал-то? То есть, по идее, можно вырубить. И сдается мне надо сюда идти в итоге. Так, так, так. Вот там проход, да. Только как сюда забраться? Может, по этим ячейкам прям? А-а-а, стойте. Кажись, я вспомнил, да? Ну, зачем-то вообще-то кран нужен. Так. Давайте третий возьмем, да. То есть, я сейчас сюда забираюсь. И потом прыгаю. Угу. Так. Погнали. Хе-хе, только аккуратно. Сейчас, 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 сейчас. Оба. На, спасибо большое. Эй. Уроды. Я же знаю, что вы здесь. Ха-хе. Ха-хе. Хах. Ха-хаха. Ха-хаха, ты чё, его сам убил. вести код доступа а я откуда знаю какой-то код доступа вы чем я загрузили ребята питера или вот я читал сюда это то что мне нужно так ну то надо пароль таскать до станция отчетов доктор али сказал чтобы припасы были в хранилище на случай экстренной ситуации охранник сегодня доставил боеприпасы запер их хранилище код 972 спасибо 972 ну-ка чё такое-то не подходит кто мне подсказку то даст дождите а чё такое а вот еще газ уберу да давайте так от еще один ящик ну-ка понятно все в общем открыл но не то что хотел да так давайте кого-то я выпустил иди сюда так ну-ка стоп 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 эй терминатор иди сюда то есть это сейчас в офис вернуть то а ну точно вот здесь открыто и пациенты у нас теперь гуляют прекрасно так стой 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 ну давай кто там еще остался у нас тут день открытых дверей ты все нахер погуляли хватит ну-ка 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 фил вилсон может у меня код оставил фил вилсон фельдшер лаборатории сегодня я наблюдал третье испытание телепортатор третье за три недели что я правил добровольцев набирать становится все сложнее и сложнее и нетрудно понять почему о подождите сначала я не обращал на это особенного внимания просто занимался своим но последним был роберт клейтон я встретил его в первый день своего пребывания здесь сломать такого крепкого мужика а теперь он сидит в изоляторе с мягкими стенками обколотый тромпоилизаторами и пускает слюни драпать отсюда надо вот что чет поздновато это понял а ведь когда не такой случится до клонизирует эту планету скажет эй ребята мы набираем персонал не хотите полететь с нами этого надо послать их всех нахуй с такими проектами так фрэнк синдерс согласно просьбе излагаю мои впечатления от первого путешествий через портал рядовой первого класса фрэнк синдерс 15 октября 2045 года я не знаю с чего начать ну раз уж я пишу этот отчет значит я выжил и чувствую себя неплохо не замечается ли ничего из того о чем доклады люди прошедшие через портал ну я все еще пытаюсь разобраться что могу сказать мы открыли какую-то мерзкую дыру которую лучше бы не открыла ххх слава богу там вряд ли есть жизнь но огонь жара зловония пахло смертью тлением и горелым мясом завтра мы ведем туда компанию яйцеголовых в смысле сотрудников научного отдела выставим передовые посты и начнем высылать разведывательных роботов не знаю почему но у меня плохое предчувствие зачем мы вообще туда полезли что кому хотим доказать не понимаю рядовой первого класса синдерс доклад закончил ну да в общем обосрались по полной программе как говорится не вызывай того кого не можешь повергнуть помните как у лавкрафта ок чем и тут оставили кроме но это толстый который башкой билс на пароль ты меня ставил друг мой устал от старых блюд тебе плохо от продуктов из магазина тогда тебе нужна новая печь баклава от марсианского приятеля не пасибо эй фрэнк ты снова забыл свой ланч на моем столе я положил его в хранилище комбинация 583 так не подходит стойте 715 за тип подсказка такая фигасе а этот пароль тогда чё опа я нашел индуктор все ясно так-так-так-так спокойно спокойно еще такой агрессивный поехали отсюда коробка мешается отлично вот видите физика в игре работает она не просто так и помогает и мешается все-все-все ребят я ухожу от вас ой ой совсем меня загоняли мне надо к доктору попасть хотя так и не понял чё там за дверью было но крутилась помните очень странно а это живой ваще держи у нас очень мало времени и должен телепортироваться через камеру это единственный путь по-другому отсюда не выбраться зайди в камеру и запусти машину остальное моё дело осталось здесь удачи пока ты не ушел вот возьми это моя дневниковая запись да я думаю сам справлюсь ты мне больше не нужен всегда хотел сделать это те сука за то что здесь натворили понял вот так закончена всего доброго ну чё полетели давай 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 оп и ща прикинь секунд не туда паду вот это будет жесть а так вообще мне конечно понравился уровень чем-то напоминает обители зла фильм знаменитый если есть Ага, ну все То есть я переместился на другую сторону, да? Прекрасно Давайте-то перерывчик сделаю Ну и вам спасибо, что смотрите Ностальгируйте со мной Всем пока